Почти 500 участников из 21 региона России и 7 стран ближнего зарубежья. Столько спортсменов собрал в Старомосколе 35-й международный турнир под дзюдо «Поколение». Он проводится среди юнош и девушек 15-16 лет. Они состязаются как в личном, так и в командном зачете. Помимо самих соревнований, дзюдоистов ожидал двухдневный тренировочный лагерь. С подробностями Екатерина Равинских. Команда Белгородской области на правах хозяйки соревнований самая многочисленная. Ксения Гусарова из «Строителя» – одна из ее главных надежд. До финала она добралась лихо. Две схватки и две безупречные победы. Хотя Ксения придерживается олимпийского принципа. Главное не победа, а участие. Выложиться на все сто, показать себя как борца. Именно как борца, не для первого места. Это уже потом. Если будешь хорошо бороться и выложишься, то все само придет. Подобный настрой и у спортсменов из Сербии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Абхазии. Таким масштабным турнир был только в советское время. И сейчас, когда его поддерживает фонд поколения Андрея Скотча, депутата Государственной думы от фракции «Единая Россия». Приглашение взойти на ковер Дворца спорта имени Александра Невского приняли десятки лучших клубов России и ближнего зарубежья. Здесь не заслуживают. Очень тепло и хорошо принимают. Потому что клуб «Невский» – это братский клуб с джудоклубом «Олимп» из Белграда и Сербии. Едут на соревнования, чтобы занимать какие-то места, конечно. Ну и получать спортивный опыт тоже. Среди юношей на турнире были представлены все возрастные категории. Отличились в этом году и девушки. Если раньше их схватки ввиду малого количества участниц проходили по остаточному принципу, то в этом состав более чем показательный. У нас полностью автоматизированная система проведения соревнований. Онлайн-трансляция. И очень сильный уровень участников. К нам едут очень сильные команды. Поэтому предсказать, кто победит даже из наших, мы не можем. Но надеемся, что пару чемпионов у нас будет. Чемпионов у нас в два раза больше ожидаемого. На первую ступень педестала почетов зашли Владимир Жилин и Вероника Морозова из Старого Оскола, а также Данил Андреев из Губкина и Алена Игнатова из Шебекина. А вот в командных соревнованиях первое место за спортсменами из Курска. Екатерина Равинских, Сергей Кириченко. Новости Мира Белогорья.